приветствую всех друзья на канале rzone game и сегодня я решил зайти на один из проектов на который когда-то делал обзор называется проект russian life и захожу я просто так с светским визитом просто посмотреть как существует проект существует ли вообще и вот одна из первых новостей что да проект до сих пор существует хотя с момента обзора и выхода проекта свет прошло уже пять месяцев но и мой визит на данный проект не несет никакого обозревательного характера мы просто посмотрим что из себя представляет проект спустя пять месяцев ну и может быть еще с кем-то поговорим поразговариваем познакомимся ну и хотелось бы увидеть королеву фарма этого проекта зафрину а так глаза бросается что проект какой был на момент обзора такой он и есть не изменился не плюс не в минус в общем то вот пойдемте разговаривать и общаться с людьми знакомые люди не слышно да слышно давно тебя что то не было на острове да по тебе соскучился думаю дай зайду ну прям что придумаешь так управление сейчас как дела сейчас подожди секунду у меня что-то настройки все сбились я сюда почему-то заходил под другим ником непонятно я теперь когда говорю ты у меня отдаляешься это некрасиво надо чтоб ты у меня приближалась вот теперь все нормально как у тебя дела миллиардершей ты стала так давно уже давно уже а почему у тебя написано мчс ну так я же в мчс так-то служу аааа фарм это так свободное от работы время да да я тогда была на выходном а сейчас ты сам на службе ну да но я не долго на дорогу нифига там у тебя рядом с тобой дарт вейдер стоит что ли нет у меня муж спит ни хрена себе муж спит блин я понимаю почему ты не спишь бесполезно не могу я да соскучился думаю дай зайду давно уже не было здесь может что новенькое появилось что появилось новенькое расскажи да вроде ничего такого знаешь пока только планы 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 какие то может машинки ввели или еще какие то там новые технологии но я не помню ты был когда уже стояли эти автосервисы Mercedes BMW Ford так автосервисы да нет автосервисов не было не автосервисы а магазины вот такие планировали ввести тогда еще магазин отечественной техники он ее показывал до сих пор не ввели как бы список того же готов надо сделать то есть я сейчас не пойду и ни хрена не куплю да на отечественную нет где смазку пить буханку ну хоть буханка а где буханка продается вот кстати газельку то он мне показывал в грузовых в грузовых да пойду позырку поехали поехали так а руки то баганулись блин Вот ненавижу, когда руки баггаются. Ну так, в принципе, машина-то неплохо выполнена. Прорисована. Какой-то вертики новенький ввели, нет? Нет. Чё-то вы вообще не быстрые какие-то. Ну... Ну вот хорошо, что мы с медиком едем. Потихоньку, но это... Но развиваемся. У нас свой танк. Быстрее, быстрее, надо конкуренты же поджимают. Конкуренты сейчас установят в ВТА уходят. Да, согласен, согласен. А вы не планируете? Нет. А чё без света идём? Электричество дорого платить, да? Нафиг. Нет. Так, банкомата так и не появилась. Здесь нет. Выговор вам за это? Ну прям. О, какая буханочка-то. Что-то вот у неё с ходули. Чё-то нету. Амортизаторов нету, по-моему. Надо взять. Надо взять. 450 у меня сейчас с собой нету, блин. Так, и газ. Вот она газелька. Вот тоже хочу взять её, посмотреть. Так, денег у меня должно хватить. Сейчас мы посмотрим, чё-нибудь ещё есть новое. Вот это я видел. Я ещё говорил, что он с задницей прямо в экран тыркает. Вот такого не видел. 22 миллиона. Так, там ПСТ сборчик, да? Это я не помню, видел или нет. Опять я ночью пришёл смотреть машину, блин. Чё-то красок-то не добавили. Покрасок вообще нету. Так, это я чё-то видел. Такой. Такой. Так, ну, по-моему, это я уже видел. Топливозаправщик. Ну, это ясно всё. Блин, вот, а как вот мне надо сейчас купить УАЗик, чтобы посмотреть на него? А как? Вот как? Вот как? Скажи, как? Есть безналичный расчёт здесь? Здесь безналички нет. Плохие вы. Отвези меня, пожалуйста, в банкомат. А я могу сзади сесть? О! Ну? Ты чего сейчас? На каком остре? Ни на каком ещё. Ни на каком. Вот, к вам пришёл, потому что я по-прежнему ищу что-нибудь близкое духу. Ну, у вас хотя бы называется проект Russian Life. Хоть и не выглядит по-российски. Никто ещё что-то не мог открыть в российском сеттинге ничего похожего. Вот, ну, нет ничего. Ну, не знаю. Ну, чё поделать? Должен тут в скором времени открыться проект Siberian Life. Вот, только же, не знаю, когда это всё произойдёт. Тоже чё-то человек затих. О, а прибор-то работает. Прикольно. Вот эта штука только бездействует. Она просто нарисована. А приборчик работает. Так, ну, кремль поставили. Чё-то, блин. Тоже как-то. Утри не доходит. Чего-чего ещё раз хотите поставить? Кремль хотим поставить. Кремль? Прямо настоящий кремль? Ну, Спасскую башню, по крайней мере, точнее. Потом, может, отставим ее запчасти. А хоть какая-нибудь такая, ну, российская локация-то есть? По-моему, что-то было такое. Нет ничего, да? По-моему, не помню, не было. Так. А цветов-то нет никаких, да? Ну, здесь нет. А в русской технике будет. Мы отсюда их уберём. И в русскую технику поставим. Чтобы хранку, чтобы изельку. Так. Сейчас я этого отгоню. Ты, я надеюсь, сейчас-то ничего не записываешь? Так я тебе и сказал. Ну, вот так и скажи. Не скажу. Так скажи. Записываю, конечно. Как я могу не записывать? Зачем ты записываешь? Такую красоту-то. Гелик прямо меркнет на твоем фоне. Да, прям. Да-да. Что, фармить-то, значит, не поедешь, да? А чё надо? Ну, а как же ты славишься тем, что фармишь? Да, сейчас, говорю же, времени нет у меня буквально. Вот, сейчас осталось. Вот это звук, ёппарный бабай. Да, жестяк вообще. Я сейчас оглох. У меня кровь из ушей пошла. Сейчас я убавлю. Надо дождаться рассвета, чтобы просмотреть их. Не, ну, звук, конечно, у этого уазика отличный звук, а у газелек просто какой-то отвратительный. Жесть. А что тебе просветано? Ох, ни хрена себе, блин. Ах, ты читеришь, значит, да? Нет. Читерёга ты. Нет. Вот что у тебя обозначает МЧС-то, а? Мадам читер славится, да? Ну что, прорисовочка-то достойная, в общем. Ну, я её и видел, эту газельку. Такая, как я всё время говорю, она такая сбалансированная. В общем-то, конечно, можно было бы добиться и лучшего, но, а нужно ли это? Вот только что это за белые штучки такие торчат, я что-то не понимаю. Это что такое? Я на газелях-то поездил в своё время достаточно. Руль, кстати, от старой газели стоит. В этой комплектации, по-моему, вот с этой приборкой, по-моему, такого руля уже не шло. Ну, дело тоже такое. Нет, ну, в принципе, машинка внутри неплохо сделала. А что, здесь стена стоит? О-о-о. А я думал, она прозрачная почему-то. Нет, стена действительно. На пассажирское место я, наверное, не смогу залезть, если... О, смогу. Вот сюда смогу я. Ещё и назад сел. Ну, не, нормальная машинка сделала, нормальная. Для армы такой баланс, я бы сказал. Ещё и перекладина стоит. Вот тут что-то, видимо, задумывали, но не доделали. А, тут, наверное, хотели люк сделать, но что-то, что-то пошло, видимо, не так. Что-то люка нету. Ну-ка. В настройках нету люка открыть. Ну, что, закроем её, пускай стоит. Так, пускай у меня будет она. Красотища. А вот уазик-то я давно хотел посмотреть. Такой себе протектор-то, да. Что-то уазика не хватает. Не знаю, что-то, визуально, что-то не хватает. Не знаю, всё будет не быстро. Не знаю, вот я его покупал, что-то было. Пока тут кручишь, что-то у меня пропало. Воруешь ты у меня. Ну, ты. Ух ты, как он тут внутри-то сделал. Ну, да. Вот единственное, что у него не горит приборная панель. Нету подсветки приборной панели. Но это, наверное, не от вас зависит, да? Это модмейкер может только сделать. Да. Как же он, блин, прозевал. Так-то приятно сделано. И что самое интересное, я тебя вижу. Потому что в некоторых уазиках, в буханках, пассажир садится, а его не видно. Об этом всё видно. О, могу. О, ещё бы столик сюда. И вообще было бы запупить. Ну да, не хватает. Чего нет, того нет, как говорится. Не, неплохо сделано, неплохо. Я недавно был на самом... Такой тоже в русском сеттинге сделан Бекетов. Там уазик, конечно, чмошный. Тюнинг-шоп. Вот, да, точно она сказала. Тут машинки чунингуют. Но надо ждать. Тут зависит, видимо, от того, что будет мастер в онлайне или нет. Подобные здания я уже где-то видел, дизайн мне знаком. Но сам я здесь ничего не сделал. Нужен мастер. Это то, что обычно на этих проектах передаётся в руки медиков. И они там добавляют ящики, перекрашивают всякую там. А здесь это сделано вот так вот. Тюнинг-ателье. И когда там кто-то приходит, как она там назвала его сейчас, тогда можно будет и что-то тюнинговать. Но эту машину, естественно, я не смогу тюнинговать. Это же не моя машина. Всему просто поеду, сейчас что-нибудь поделаю. О, приехал я за киркой, в общем-то, в ковалу. Смотрю, а здесь магазин масок. Вот я его на обзоре, если честно, не помню. По-моему, добавили. Потому что, ну, я бы за это запомнил. Почему-то я не помню. Такие вот масочки здесь добавили. Ну, это, наверное, для преступников, я так понимаю. Птичка, блин. Либо я пропустил, либо не помню. Ну, что, о, тоже прикольно. Не помню магазина масок. Ха, рыбина. Но я так понимаю, что если покупаешь такую маску... О, прикольно, кстати. А что это такое? Жалко, ближе-то не прибавить никак. Я так понимаю, что ходить в этих масках в городе, наверное, нельзя. О, маску одеваешь, а, в общем-то, ничего и не меняется. У меня лицо такое же. Ну, много масок. Слушайте, очень много их. О, что-то типа... Франкенштейна, что ли? Немножко темновато, вот. Яркий. О, прикольная какая-то масочка. Даже какие-то глаза отражающие. Вот жалко не прибавить, не приблизить, вернее, посмотреть. Это глаза отражают, как зеркальные, вернее. Но это слишком яркое. Все какая-то убогая. О, вот это прикольно. Еще и с бычком. Осталось только еще подобрать, что-нибудь черное себе. И нормально вообще. Ну, это понятно. Санта-Клаус. Ха, тоже интересно. Вот, такое вот количество масок здесь. Не помню, если честно, что в такой магазинчик я... Ну, может быть, я вон убыл, может, я его просто не показывал. Но вот такой вот прикольный магазинчик еще здесь есть. Как дела-то? Да, потихонечку. Работаешь? Работу-работаешь? Да, работа-работа. Кирка, пятнашку стоит. Я вот думаю, чем заняться. Эти охранители не нужны? Упал, что ли? Не знаю. Кроме фарма тут сейчас нечем заниматься. Что-нибудь новенькое-то здесь есть? Группировки. Открыт набор. А что за группировки? Ну, лично у меня. Ну, своя база у тебя там, да? Да-да. Ну, где находится? Bad Company. Я тут предупреждаю, у меня музыка громкая. Басы там, все дела. Ты не против? Я думаю. Да, давайте. Да, давайте. Приплыли? Понял, я, короче. У тебя пленку заживало в магнитоле. Да, походу, вообще. Так, это у нас что? Караж. Поехали к тебе на балту. На этом? Мы на твоей-то долго будем ехать. Давай, я свой хотя бы возьму. Так, а на сколько? Погнали, погнали. Ты там садишь? О, на 1600 он у меня. Ни хрена себе. Я и забыл, что здесь такие вместительные. А еще, наверное, раскачать можно. Сейчас напугаем человека-то. Ты вообще пилотируете не ехать? Не, 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 не. Ты серьезно? Не пугай меня. Ну вот, видишь же, разгоняемся вроде как, да? Разгоняемся же мы, да? Ну да. Ну и все, только база для слева. Ты понимаешь, что там садиться придется? Да, и база почему-то слева, а я только прямо лететь. Ну сейчас я что-нибудь придумаю. А там вроде, насколько я помню, можно передать управление. Я же на место пилоты сел. Ахуй, да? Сейчас. Что ты боишь, что ты? Сейчас. Бля, сука. Полчаса, и мы повернем. Вот так вот, идем. Пусть немножко поочкует. Да, мне парашют. Сейчас я его еще разкачаю вот так вот. Земля. Земля. Все, ну его нахрен. Земля целый, да? А база-то походу стандартная вообще. А что палату-то не перенесли вон хотя бы в дом? Что прямо здесь, под открытым небом, блин, стоит кровать? Ну, бля, тут боевые действия, тренировка вся, хуйня там. А здесь сразу садимся и обсуждаем, да? Что будем делать? Больной скорее мертв, чем жив, да? Нахрен. Что это такое? Ну, база, вот там банкомат. Ну, база, банкомат очень стандартненький. И банкомат вот здесь стоит так стандартно, как у всех практически. И даже магазин расположен в том же месте. И даже вот, где на Империале же был, да, в этом, в АФЛ. Вот один в один все, точно так же. Только здесь стоит одна вывеска, а в Империале две вывески. Здесь стоит один шкафчик, а у них в Империале два шкафчика. Это наш сейф. А что, ничего, в шкафчике нету, только тетки голые наклеены. Ну, в шкафчике есть, он потайной. А какой-то уникальный транспорт у вас есть? Есть. Показывай, хвастайся, хвастайся. Да, а что там хвастает такое? Я же не БТР. Сейчас посмотрим, что у них. Так, это у нас что, рейндж ровер, да? Да. Но с вашим логотипом, я смотрю. Ну, это типа машина группиров. Прикольный логотип. Можно проехаться. Ну, ездить-то ладно, а вот посмотреть, что внутри, я люблю. На, да, внутри, да. А сейчас шик-блеск. Катится она неплохо. Ну, да. Слушайте, ну, прорисовка хорошая. Смотрите, можно ткань и кожу посмотреть отдельно. Пластик, пластик. Смотрите, как прорисован пластик. Красиво. Жаль, что еще больше не прорисовываетесь. Ну, сейчас можно будет немножко, наверное, прибавить уже на самом видео. Ну, прикольно, прорисовано прикольно. Современно, бля. да звук приятный да действительно какой-то грузовичок то должен быть у вас свой тоже такой прикольный а чего наверху такое это что за интеркулер такой это первая машина была уникальна но она реально уникальна тоже рейдж да вот не лень здесь настройки сейчас свет будет мигать ну и все ну должна быть еще грузовая техника какая-нибудь уникальная и какой-нибудь хотя бы один вертолетик уникальный иначе что вы загруппировка не пойду к таким ничего так ложим его ложимся как-то ложатся вот так вот а как выдвигать то у меня нихрена на c о о точно вот таким можно деревья теперь пилить недолго я пилил здравствуйте не гостеприимный шоу даже встретила а все я обиделся все все ты им все деревья нафиг позабил чете собирать то будут наоборот земли пусть набирают откуда знают выходные когда будут я чу знаешь не могу заранее прогадать от я даже не знаю сегодня вечером могу делать ходные выходные то будет а чем я буду заниматься выходные это другой вопрос может я уеду куда-то это что знаешь уеду куда-то в армии кто будет играть если дела мешают играть в армии бросай нахрен дела я вот точно не могу я работать а чё ты сегодня на персики то а мне надо проголодалась у меня не только персики у меня еще яблоки добываются ведь на зиму заготовки делаешь и это алюминий добывал банки будет консервировать что-то жиденько сегодня один добычек всего и машин даже не вижу вон она украсть мелко плаваешь сегодня мелко какой-то яблочный заводик видимо решил открыть носок решила сделать такой спрятался в деревьях не видно его вообще чем там делал деревьев не застоял как собачонка на колесо машина стал я свою машину метил чем не делать я чё знаю вот как яблоки фармить знаешь блин коктейску ставить не знаешь ну что с тобой делать ты еще со вчерашнего дня здорово похудела какая-то жидконогая стала яблочно персиковая диета ты едешь ну собрались а у них один добычек здесь а другой на яблоках добычки не надо ничего делать своими добычками а свет одета опять опять не оплатили свет без света есть как ты мог как ты мог попал блин за душу ручник переставит что такое он не едет А куда ехать, я не услышал, а он прибыл Я их не вижу, блин Сядь за стрелка? Я за стрелка и сижу, но только за пулеметного Не, сядь за пучку А они думали, мы не будем сопротивляться Видно? Вижу, вижу их Заряжается, зараза, долго Задымил, задымил все Закрыл все Все в дыму, я наугад шарахаю Умираю, повыше попробую А у нас дымовухи-то нету, да? Готовься О, блин, а я что-то в кабину каким-то образом попал Да я вообще вообще как-то в кабину попал, я не понял как А, вертушка Газыр, высадился, полемет Хрен его знает, как попасть-то, блин Чего такое Наружу, блин Нахрен наружу Блин, как? Я не понимаю, куда надо Рецепт за кабинет-то Да я вообще не понимаю, что тут надо крутить Я все нажимаю, нахрен Во, на место стрелка Так, а теперь что, надо вид, наверное, поменять? Ни хрена Да, во Разобрался сейчас Сейчас мы его уберем, нахрен На тебе Это мы его Кто-то ехал в вертолетик О, дави-дави его, дави еще разок Покатайся туда-сюда, поднимай, а то еще оживет, нафиг Блин, уже похуй Бери этого терминатора, блин Вот так вот Мы победили Как вы выжили? Я вас на каймане, у вас прям врезался Я успел выстрелить, перед тем, как ты подъехал Совсем близко Жилье А где наш приз-то? Какой приз? За победу в ивенте Да, да, вот так и обижают людей Все, пойдем нафиг, яблоки, блин, срывайся Жопу так сотрешь Хорошо, идите, яблоки, вот иди, идите Увидимся сейчас Ну и вот такой вот, друзья, получился у меня визит На проект, с которым я уже давно знаком Который называется Russian Life Заходите, играйте Играйте в свои любимые игры Берегите себя И всего вам доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому